Спасибо. Я хочу сегодня доложить вам те результаты, которые были мной получены вначале, казалось бы, по другим проблемам, а потом оказалось, что все они связаны с эфиром. Поэтому я получил некие характеристики эфира, исходя иногда из вообще других задач. Два года назад на Конгрессе 2014 я предлагал такую торовую модель электрона. Торовая модель электрона, конечно, не новость. Ее придерживается уже довольно много людей. Оцековский, Пруссов, Конарев в России, прошу прощения, Пруссов в Украине, на западе Маринов, Горано. Саму идею лично я позаимствовал у Владимира Кимовича Оцековского. Однако согласиться с моделью мало. Надо дать количественную формулу. Итак, тор задается винтовым движением частиц побольше окружности, задающий тор, с радиусом винта, равным половине радиуса большей окружности. Такова уже моя более конкретная модель. Напомню, что математический тор определяется как топологическое произведение двух окружностей. По соображениям размерности и согласованности с гравитационным полем, размерность электрического заряда есть произведение массы на угловую скорость. Я считаю, что угловая скорость вращения большей окружности тора и задает у его электрический заряд электрона. И считаю, что частота равна просто Комптонской частоте. Я напомню, что два года назад я рассказывал о другом подходе. Здесь я взял просто Комптонскую частоту из электродинамических соображений. Я пытался найти эту угловую скорость, анализируя известное соотношение между силой гравитационного притяжения двух электронов и силой их электрического отталкивания. Итак, сейчас, просто взяв у Комптона эту частоту, я ее... Так, мне бы не найти куда? Так, сюда. Значит, Комптоновская частота задается равенством 1. Значит, я напомню, что вот из соображений, которые я сказал, гравий электрических, я пришел к другому, к другой частоте. Здесь 7,76, а я пришел к частоте 8,1 на 10,20 степени. Когда я вот в университете Талса в Америке докладывал эту вещь, ко мне подошел там местный профессор и сказал, вот у вас там гравитационная постоянная, так вот мы считаем, что она должна быть на 4% больше. Когда я посчитал соответствующую поправку у себя, оказалось, что она в точности совпадает с Комптоновской частотой электрона. Хочу остановиться на этом пункте именно потому, что мы получили вот эту частоту как результат как бы двух подходов. Ну, чисто электрического и, скажем так, электрогравитационного. Это, ну, давайте чуточку дальше скажу. Масса электрона нам известна, равенство 2. Так что электрический заряд имеет вид 3. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я считаю, да. Значит, почему я хочу на этом пункте немножко застопориться? Он у нас будет, так сказать, знаменитым камнем розетским. Напомню, что на розетском камне были написаны иероглифы древнеегипетские, и оказалось, что есть еще эквивалент английский, и эта возможность сравнить положила начало, ну, всем исследованиям по древнему Египту. Так вот, таким розетским камнем будет у нас равенство 3, вид электрона. Ну, отсюда, понятно, мы сразу получаем, что такое кулон, равенство 4, ну, и что такое ампер, равенство 5. Получив количественную оценку заряда, мы можем в механических терминах выразить многие понятия электродинамики и прояснить их механический смысл. При этом мы неизбежно придем к тому, что эти понятия характеризует и эфир, хотя в настоящее время это как бы считается, ну, не только неочевидным, но и вообще в такой связи не усматривается. Итак, зная 5, мы находим величину электрической постоянной в механических размерностях. Виноват, не туда. Равенство 6. Я преднамеренно выписал эту константу в привычных терминах через секунды амперы и килограммы, ну, их можно объединить вместе, и тогда мы получим второе равенство выражения того же самого через фараду на метр. Выражение ε0 через фараду на метр приводит иногда к непониманию. Полагают фарад равным 1 килограмму, деленному на метр в квадрате, что приводит к равенству 7. Но это неверно. Ёмкость действительно можно измерять в килограммы на метр квадратный. Это не объёмная, просто поверхностная плотность эфира. Но отсюда ещё не следует, что 1 фарад равен 1 килограмму метр в кубе. А для того, чтобы верно было равенство 7, именно это нам и требуется. Ведь из того, что длину можно выражать в метрах и футах, ещё не следует, что 1 фут равен 1 метру. Ёмкость, как электрическая постоянная, выражается через ампер. Вернёмся к равенству 6. Подставив полученную нами величину ампера в 6, получим, что 1 фарад равен, ну, с коэффициентом 10 в 19 степени. Килограмм радиан квадратный разделить на метр квадратный. То есть, ε0 равно, ну, равенство 10, посмотрите, равно 10 в 8 степени килограмм радиан квадратный делить на метр в кубе. Так что правы те, кто интерпретирует ε0 как массовую плотность эфира, но она на 19 порядков больше, чем, мы полагаем, из 6, предположив, что 1 фарад равен 1 килограмму на метр в кубе. Доводом за равенство 7 для многих является малая плотность 7. Соответственно, доводом против 10 её большая величина. Как же у вас в такой плотной среде движутся планеты? Вскоре я остановлюсь на одном доводе за высокую плотность эфира. Он связан с его с кинематической вязкостью. Сейчас же просто упомяну, что световая волна имеет поперечную составляющую, что в привычных нам средам возможно только в твёрдых телах. Думаю, что именно сверхвысокая плотность эфира даёт ему возможность передавать поперечные колебания, имитируя твёрдое тело. Ну, Феликс Горбацевич сейчас смотрит на меня, что мне приятно. Значит, вот сторонник твёрдого эфира. Он свой доклад сделает. Но напомню, что эта идея ещё Юнга, там, и Фринеля. Это как бы не наша новая идея. Насколько я понимаю, у Феликса Феликсовича доводы сходные с теми, что были у Юнга. Итак, доводом за высокую плотность эфира является именно наличие поперечных волн. Ну, сразу скажу свою точку зрения. Вот в книге, которую я уже кому-то подарил, кто-то, кто имеет лишние 100 рублей, может её купить. Ну, а кто эти сотни не имеет, может просто посмотреть на наш сайт. На сайте это всё есть. Так что это не скрыто от общественности. Прежде чем идти дальше, остановимся на том, что в размерности эпсила 0 появился квадрат размерности угла. Мы получили эту размерность из 1. Вернуться мне к 1. Давайте я. Не туда. Всё не туда. Мы получили из 1. Уже там у нас появился радиан в секунду. Он унаследован и в размерности эпсила 0. Многие размерность угла в своих расчётах опускают, считая, по-видимому, её несущественной. С этим нельзя согласиться. Вращательное движение не менее, а может быть более важно, чем прямолинейное. Угол столь же важная исходная величина, как масса, длина и время. Опуская её, мы часто теряем основу для правильной физической интерпретации полученных результатов. В частности, присутствие радиана в формуле 10 означает, что это плотность эфира в процессе некоторого вращения. Выражая в механических размерностях магнитную и постоянную, получим 11. Мы видим, что она имеет смысл сжимаемости свободного эфира. Видим 10 в минус 26 степени. То есть, это исключительно жёсткая материя, так назовём это. Она имеет смысл удельной сжимаемости свободного эфира, приходящегося на один радиан в квадрате. Радиан у нас уже оказался в знаменателе. Итак, это опять-таки сжимаемость, но в процессе вращения. И эпсилон и мю математически акциальные, а не полярные скаляры. Получим из эпсилона 0 и мю 0, из 10 и 11, скорость света 12. Обращаю ваше внимание, что если в электроне мы предполагали всё же, что омега должно выглядеть так, как было предложено, то теперь мы получили, что из этого предположения следует совпадение с ныне принятой величиной света. Она получена нами, исходя из оценок 10 и 11. Это скорость прямолинейного движения. Обратите внимание, нет радиана нигде. Естественно, высчитывается импеданс эфира. Равенство 13. Значит, в системе Си волновое сопротивление 13 измеряется в омах. Напомню, что 1 ом можно представить в виде равенства 14. Вольт, делённая на ампер. Здесь, домножив И на 1 ампер, то есть убрав эту нормирующую по амперу, мы получим вязкость эфира в механических размерностях. Равенство 15. Обратите внимание, 10 в минус 8 степени. Виноват, виноват, виноват. Так, значит, вязкость эфира ню, она, умножаем полученное И на ампер, и получаем это выражение вязкости, кинематической вязкости эфира. Ну, она же переведена здесь у нас ещё и вольты. Динамическую вязкость эфира мы получим, домножив вот эту кинематическую вязкость на ε0, и получили примерно 14 килограмм радиан на метр в секунду. Что, кстати говоря, интересно, соответствует привычным для нас представлениям о сжимаемости. Значит, на этом я, пожалуй, закончиваю электродинамическую часть своего разговора. И перейду к гравитационной. Значит, я считаю, что гравитационное поле задаётся уравнениями, ну, аналогичными уравнениям Масксвилла, но только первая производная по времени заменяется на вторую производную. Соответственно, вместо скорости света, там у меня фигурирует ускорение, ускорение гравитационной волны. Ну, я уже говорил о своих сомнениях по поводу, так сказать, ну, уловления гравитационных волн в рамках теории относительности. Значит, я получил вид этой константы 10 в 17 степени, 17 уравнение, или равенство, лучше сказать, 17. Посмотрите, 10 в десятой степени метров разделить на секунду в квадрате. Я получил эту оценку из, ну, движения Фобоса. У Фобоса сокращается радиус примерно на 9 сантиметров в год. Радиус орбиты. Орбита, да. Да, 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 спасибо. Именно орбиты. Радиус орбиты примерно на 9 сантиметров в год. Вот из этих соображений я и получил 10 в 17 степени. То есть гравитационное поле проходит расстояние в миллиарды световых лет за несколько минут. Я не настаиваю на этой оценке. Конечно, нужны многочисленные эксперименты на различных объектах, чтобы получить что-то надёжное. Всё же отмечу, что такой вывод хорошо согласуется с данными о смещении перигелия в планет Солнечной системы, что является, кажется, единственным основанием общей теории относительности незапятненной фальсификации. Итак, в первом приближении мы имеем ускорение гравитационной волны, задаётся равенством 17. Скажу ещё об исследованиях, итог которых проводит Лев Семёныч Ивлев, он, к сожалению, не пришёл сегодня, в своей брошюре «Супермалые частицы. Основа существования материи». Эта группа учёных приходит к необходимости рассматривать в основе мироздания вихревые частицы с массой на несколько порядков, меньших массой электрона, движущихся со скоростью на много порядков больше скорости света. Думаю, что здесь мы имеем начало разговора об эфире-2, поскольку в эфире эфир-1, возвращаясь к нашим разговорам, всё-таки характеризует электричество и скорость света, ну, скорость света оказывается просто скоростью звука в эфире. Значит, для того, чтобы мы получили это новое свойство, видимо, надо предполагать, что имеются вот эти ещё другие частицы. Я не буду на этом останавливаться, но с моей точки зрения, из тех рассмотрений, которые были у меня, значит, эфир-1 – это электроны без вот этого вращения большей окружности, то есть без заряда. Итак, напомню, электрон, я, кажется, об этом не сказал, значит, это бублик, частица, которая его зачерчивает, совершает два вращательных движения по большой окружности и по малой окружности этого бублика. Значит, движение по большой окружности, с моей точки зрения, задаёт электрический заряд, движение по малой окружности задаёт спин. Вот, ну, эти соображения отдельно, может быть, если будет желание у присутствующих на круглом столе, я к этому могу вернуться. Так. Значит, соображения о том, что электроны без вращения большей окружности, оказываются без заряда, и именно из них состоит эфир-1, соображения, лежащие в основе этого предположения, различны. Одно из них связано с фазовыми состояниями эфира-1. Подробности можно найти в моей книге в параграфе «Космический фон. Это жидкая фаза эфира». Мои размышления по термодинамике привели меня к следующей мысли. Как у обычных веществ, эфир имеет четыре фазовых состояния, зависящие от температуры, ну, в общем случае ещё и от давления, но что в некотором смысле одно и то же. Наиболее привычное для нас – это газоподобное состояние. Для свободного эфира – это соответствие температуры от 2,7 градусов Кельвина до примерно 6 миллиардов Кельвина, равенства 18. Энтропия эфира на этом участке возрастает логарифмически. Отсюда и привычное понимание энтропии как логарифма беспорядка. За температурой в 6 миллиардов градусов следует некое четвёртое состояние эфира. Его свойства нам в настоящее время неизвестны. Но есть некоторые основания предполагать, что происходят существенные изменения. В частности, выпуклая вверх зависимость энтропии от температуры, я имею в виду логарифм, меняется на выпуклую вниз. Из-за этого спина некоторых веществ меняют направление на противоположное. Напоминаю, что... Да, да. Спасибо за... Так. Так, а вот дальше уже формул и нет. Я заканчиваю своё выступление. Итак. Значит, я просто напоминаю, что в середине XX века был знаменитый эксперимент Парсел и Паунда. Кстати, по крайней мере, Парсел получил за неё Нобелевскую премию. Значит, оно состояло в том, что при очень высоких температурах проявляется вот этот эффект. Ну, в некоторых веществах спины меняют направление на противоположное. Этому, ну, как всегда у нас, когда чего-то не понимаем, начинаем фантазировать как-то с математикой, с этим. Значит, была, и те, кто постарше, может быть, читали в своё время, скажем, в книге Базарова термодинамика эти все вещи можно найти. Значит, было предположение, что вот за бесконечно большой положительной температурой якобы имеется бесконечно большая отрицательная температура. И вот, значит, тогда-то вот и происходит этот переход. Ну, там требовалось изменить знак просто. Почему это всё, эти рассуждения? Значит, им надо было изменить знак, чтобы это соответствовало вот этому опыту Парсела Паунда. Ну, они вот таким хитрым образом... Значит, те, кому не лень, посмотрите у Базарова, там он и картинки рисует, вот бесконечность уходит, там тара-бара, значит, вот это. При температуре ниже 2,728 Кельвина, как известно, наблюдается некоторое излучение, получившее название космического. Ниже этой температуры, судя по всему, переходит в жидкое состояние. Известные состояния сверхпроводимости, специфические свойства энтропии жидкого гелия и ряд других являются проявлениями этого состояния эфира в физических телах. Ну, эту специфику я, пожалуй, упомяну для гелия. Значит, ну, известные опыты с гелием, когда там оказывалось, значит, обычно энтропия растёт вместе с температурой, они однонаправлены. А вот в жидком гелии наблюдались, ну, это ещё в 30-х годах, были опыты. Значит, наблюдалась обратная энтропия, и температуры были разнонаправлены. Значит, это нас приводит к неожиданному выводу, что имеется состояние, ну, пока что эфира, а потом, ну, точнее, пока что гелия только, значит, такие состояния, в которых температура и теплота не в одну сторону направлены, направлены противоположно. То есть, кипятится от огня, не кипятится, значит, горит огонь, на нём чайник, и температура чайника переходит к огню, горячему. Значит, вот такое состояние оказалось у гелия. Ну, до этого мне пришлось, как бы, построить некую свою теорию, значит, теплоты, там, и так далее. Ну, теперь я посвятил в своей книге целый раздел этим вопросам, я не буду на них останавливаться. Да? Всё, спасибо. Что, я исчерпал всё? Ой, как интересно. Оказывается, я исчерпал. Я думал, я думал, что я... У нас будет вечером. Да. Если меня бетвох не станет. Да. Ну, хорошо. Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Значит, два, два... Два вопроса. Два вопроса. Друглый стол? Ну, давай. Значит, первый вопрос. Значит, электрон. Вещественное образование? Японский бог. А что такое вещество? Это сумма количества материи. Сумма количества чего? Сумма количества материи. А что такое материя? Материя именно строительного материала мироздания. Так. Электрон – вещество. А при чём здесь эффект? Ну, я вынужден в присутствии Владимира Акимовича сослаться на Ленина. Объективная реальность, данная нам в ощущение. Да, да. Владимир Егорович, это... Ясно Григорьевич, давайте это давить, чтобы Владимир Кириллович. Хотели так... У меня вопрос такой... Значит, на чём основано представление о том, что в сложной среде любой вообще могут быть поперечные колебания. Потому что поперечные колебания возникают тогда, когда у вас есть разность плотностей, например, струны и окружающей материи, и восстанавливающей силы, например, в полгуструны. Или выбросили камень и так далее. Когда у вас сплошная среда, там поперечных колебаний нет, бывают волны релея. Они распространяются на 4-5 межмолекулярных пробежетов. Всего на всё. А когда вы говорите о... Как это фундаментальной системе, которая положена в основу всего, то тогда, значит, возникает вот такой вопрос. На чём основаны вообще поперечные колебания? Это первый вопрос. Второй. Вы дали новую интерпретацию эфира. Ну, скажи, волен. Какие технологии могут отсюда быть получены новые? Какова характеристика энергии эфира? Потому что, по моим данным, они немножко расходятся с вашими. Значит, одного кубометра эфира энергии достаточно. Ну, это Тесла ещё показал. Достаточно для того, чтобы по нынешним нужным человечество 10-20 степени Джоули в год. Так вот, энергия одного кубометра эфира достаточно для обеспечения человечества на миллиарды лет. Одного кубометра. А эти методы, где-то всё, 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 всё. Значит, как здесь? Спасибо. Ну, мы отложим это. Я считаю, что у вас хорошие вопросы. Вы их дадите. Спасибо. Я выясню. Есть же ответы.